Сегодняшняя тема. Имбирь является весьма полезным продуктом, он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, однако даже у этого растения есть свои противопоказания. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Мария Черняева. К примеру, имбирь можно перетирать, смешивать с медом, добавлять в чай, готовить различные напитки, настойки. В маринованном виде его используют в восточной кухне, он обладает антипаразитарными и антибактериальными свойствами, помогает сменить вкусовые ощущения. Передозировки имбиря как таковой не бывает, но не следует потреблять более 80-100 граммов корня за раз. Тем не менее есть и противопоказания. Специалист предупредила, что имбирь способствует разжижению крови. Кроме того, он оказывает негативное влияние при болезнях желчного пузыря, поскольку усиливает оток желчи. Также не рекомендуется употреблять ароматный корень тем, у кого есть воспалительные заболевания слизистой желудка. Читайте также, иммунолог опровергла мифы о пользе чеснока и имбиря в борьбе с вирусами смотрите наше видео. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.